Привет, это Ребуар, но в антушечек вышел нового видося, называется, короче говоря, я инопланетянин, давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое, поехали! Это был Альфа-Омега-Бета-Визариус, ноузи... Иариус, блин, это просто какие-то астероиды... Блин, это день... Или кто, как их зовут? Называется суббота, я сидел в своём... А-а-а, это день недели, господи... Блин, это как будто вант... ой, тьфу, топочка сидит... ...в а зачем ты вот так вот делаешь руками, это непонятно... ...а ещё здесь Земля в алюминаторе видна... О, это чё, это... ...вселенная Марвел, это чё я просто Марвел, что ли, у нас новая вселенная? ...в GPS-14, но здесь её почему-то величают Млечным Путём, знали бы они, что этот Млечный Путь всего лишь дипломная работа... ...а моего одногруппника по Межгалактической Академии, а... Нихрена себе, блин, ты чё, я, ну, планзианин, создал целый Млечный Путь, вот это да! Меня отправили сюда, чтобы я выяснил, почему земляне так радуются, когда их планета делает полный оборот вокруг Солнца... ...и... ...да? А-а, темно... ...вот я, наконец, выяснил это... ...дорогие земляне, с Новым Годом! Э-э, спасибо большое, как бы уже 18 января на дворе, ну, а вы смотрите, наверное, 19 или 20... ...уже сегодня я должен вернуться на свою родную планету Тектоник, открылка с... Тектоник... ...в 2007 год... ...навигаторы построил маршрут через Юпитер, ведь там сейчас как раз открыли новую платную орбиту... ...оттуда я залечу в чёрную дыру и дальше сокращу звёздный путь через... ...нафига в чёрную дыру, там аж в это всё пропадает, может тогда это гипердвигатель какой-нибудь... ...это из Андромеду. Интересная, конечно, планетка эта Земля. Её жители страны передвигаются на двух своих нижних конечностях. Даже я, наблюдая за ними, научился так ходить. А-а-а, а вы как перехо-призердвигаетесь? ...почему-то разговаривают на разных языках, все из которых я выучил за несколько секунд... ...одно скажу... ...нифига себе уймён, блин, дайте мне такую же возможность. Точно приземляться на Землю я бы точно не рискнул. Хм. Какой он странный, вообще... ...на никогда... Ещё приземлится на Землю, да? ...ранимигал сигнал о приближающихся астероидах. Кажется, пока я спал, мой корабль попал под мет... ...блин, почему он так странно себя ведёт? Вы посмотрите на его лицо, он яв.. ...оно явно не похоже на человека, ну типа, который будет так себя вести... ...иаритный дождь. Я допустил ошибку вселенского масштаба, забыл проверить прогноз погоды в космосе! До столкновения с астероидом остаются считанные секунды. Мне срочно нужно спасаться. Я добежал до телепротационной капсулы. Ближайшая планета, куда я могу переместиться, была... Земля? О, нет! Я чуть... Там просто батарея была, нифига себе телепротационная капсула. Телся в каком-то непонятном месте на Земле. Рядом со мной стояли высокие столбы, а внизу лежало непонятное белое вещество. Я провёл сенсорный... Как это непонятно? Языки ты выучил, но ты не узнал, что такое снег? Как так, чувак? Тепловой анализ местности. Выяснил, что эти столбы называются деревьями, а белое вещество водой. Температура местности здесь составляет минус 20 градусов. Как же у них тут жарко? Мне нужно... Сука, какой лицо полный. Срочно выбираться в цивилизацию, может кто-то сможет мне помочь. Сканирование показалось, что поблизости не было ни одного разумного существа. Что ж, придётся идти по старинке на своих двоих, так будет быстрее. Встал в традиционную стойку тектонийцев и отправился в... Так, подожди, вот он же значит на двоих ходит. Вперёд! Пройдя 20 километров, я вышел на какую-то местность. Нужно быть готовым к встрече с землянами. Боюсь, они могут быть шокированы, увидев такую неземную красоту. Уитублен! Поэтому мне нужно перевоплотиться в облик обычного жителя земли. Тут я увидел высокую картинку изображен... Не хотите вылить, как он? Приходите в нашу клинику пластиногической хирургии. Хе-хе-хе-хе-хе! Чё? Фу, какой уродливый индивид! Ну, лучше варианта я нигде не видел. Самый Родин всегда хорошо. Напрягся, из-за всех силы перевоплотился. И пухнул. Готово! Я выглядел отвратительно, и на мне были какие-то тряпки вместо нормального костюма. Теперь остается найти того, кто сможет мне помо... Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Вот это лицо! Ром, привет! Я обернулся на этот некрасивый звук и увидел еще одного не менее уродливого представителя земной расы. Он спросил меня, когда я успел вернуться из Египта. Затем схватил и потряс мою руку, а я воспользовался моментом и перекачал в себя все данные об этом землянине. Я поприветствовал уважаемого землянина Сергея Зенова, родившегося 15 октября 1990... Какая мирзость. Хе-хе-хе-хе-хе! ...по земному календарю я прибыл с далекой планеты Египет и по внеземному... Я рад его видеть, Сергей... Нифига себе далекая планета Египет и удивился и предложил пойти куда-нибудь вместе пох... Да? Пойдем похав... Ха-ха-хавадик, хорошо! Здесь с ним отправились на какое-то похаванье. Вскоре приземлились на мягкие места. Сергей попросил... Ха, он даже ему пофигу, да? Типа Роман Сидасим постоянно так ведет. У другого землянина какую-то шаурму в обычном лаваше... Я спросил, что эта шаурма будет с нами делать. Сергей ответил, что она сделает нас счастливыми. Ого, неплохо. На моей планете слово счастье означает вернуться на свою родную планету. Ну тогда зовите скорее эту шаурму. И вот нам принесли некие субстанции вытянутой формы. Приветствую тебя, о многоуважаемая земная шаурма. Сделай меня счастливым и отправь поскорее домой. Ха-ха-ха, не ладно, даже Роман так к себе не ведет. Ха-ха-ха-ха. Я спросил, что нужно делать дальше. Сергей откусил шаурму. Я поступил по его примеру. И тут почувствовалось что-то внеземное. Нихрена себе, как вкусно. Это же была самая вкусная субстанция во вселенной. Даже в системе альфа-центавр я в 100 были... Чё-то шаурму захотел. ...ли не такие вкусные. Я употребил это... Кто? ...субстанции во вселенной. Даже в системе альфа-центавр я в 100 были не такие... А, я в 100. ...вкусные. Я употребил эту вселенскую вкуснятину и спросил у Сергея, будет ли еще шаурма. Он сказал, что наелся, но я могу заказать еще одну. Как скажешь, мой друг-земляне, и вот... А ну иди сюда, официант! 57-ая шаурма была поглощена мно... Куда в него столько лезет? Ой, Сергей смотрел на меня вытаращенными глазами и сказал, что пох... Ее даже не поправился. Уже в этом Египте я вообще ничего не ел. Чтобы не вызывать подозрения, я решил не просить еще 58-ую шаурму. Жаль только, что она не смогла отправить меня домой. Вдруг я услышал какой-то риский звук и подскочил на меня. Это называется, стакан разбился. Спросил Сергея, что происходит. Он сказал, что в этом заведении постоянно все разбивается, и тарелки всякие летают. О, его? Внеземные, да? Все сенсоры моего организма активизировались, и я тут же направился к этим летающим тарелкам. Это ведь мой шанс попасть домой. Но тут были только куски белой материи. Ааа, тарелка разбилась, я думал, блин, стакан. Я был сильно... А я думала сама... Попечален. Вернулся к... Оптал. Сергей, он достал какую-то прямоугольную картинку и спросил, чем буду расплачиваться я. Я не совсем понимал слово расплачивать. Ты будешь расплачивать за змея, да? В целом, видимо, мне нужно иметь такие же миниатюрные изображения. Вспомнил свои уроки по материализации веществ. Тут же создал для себя огромное... Удобное количество этих изображений и разложил их все на столе. Сер... А можно мне, пожалуйста, половинку хотя бы... Ну ладно, хотя бы обыпать? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Странно, что земляне до сих пор не научились таким элементарным вещам. Вскоре мы с Сергеем вышли. Э-элементарно. Деньги брать из воздуха! Блять, это так могут делать только с циганинем. На улицу я увидел железный корабль на колёсах, который быстро перемещался. Карбалатиус, что на земном языке означает «придумал». Я попробую полететь на свою планету с помощью этих земных штуков... А они так передвигаются, только попают по планете. Каким образом ты думаешь, что они полетят? Я спросил у Сергея, есть ли у него такая. Он сказал, что для него купить машину стоит слишком много денег. А, он имеет в виду эти маленькие картиночки. Я материализовал Сергею ещё кучу таки... Он материализовал мало того, что картиночки, так ещё и железный чемодач. Денег и передал ему при условии, что он срочно купит машину. Сергея, я и миллион купил... И зачем-то начал прыгать и кричать. Я успокоил его и сообщил, что нам нельзя медлить. Через некоторые промежутки времени мы были в его так называемой квартире. Мы приземлились на мягкую материю, и Сергей достал некий портативный экран. Кажется, у землян это называется телефоном. Сергей заявил, что знает, как быстро купить хай. Рассказал, что он стал очень удобно, что на ценке стоимость отмеченной бейджем рассматривать различные модели машин. Особенно мне пончёт автокий поздравил меня и себя с покупкой. Оставалось только забрать машину завтра утром. Это означало, что уже завтра я смогу полететь на этом корабле... Нет, не сможешь, это же не корабль, это просто машина. Так себе домой. Поскорее бы настал этот мир. Господи, какая дичь, вообще-то так странно выглядит. Так вдруг в комнату забежал ужасный монстр. Я сильно испугался и спрятался за Сергея. Он сказал, что не знал, что я так боюсь собак. Каких ещё собак? Это же мутант с измерения С-138. Эти существа... Нифига себе, там, блин, мутанты похожи на собак. А уничтожили не одну сотню планет, и они очень опасны. Сергей стал гладить этого монстра. Неужели земляне смогли их приручить? Кажется, я зря их недооценил. Какая египтя! Сергей сказал, что после Египта я стал каким-то совершенно другим. Как будто... Это, блядь, потому что это не он. Ты из другой планеты прилетел. И с подозрением добавил, что хочет кое-что проверить. Спросил меня, сколько лет нашей планете. Но это очень просто, 4,54 миллиарда лет с погрешностью 1,007 процента. Но таким ответом я могу себя выдать. Тогда отвечу что-то неправильное, чтобы Сергей думал, что я... А, ну ладно, всё, это ты. Но... ...тот же его недоразвитый друг землянин. Я ответил, что возраст земли 2024 года. Сергей сказал, что настоящий Рома ответил бы просто много, и спросил, куда я дел его друга. Затем он напряг свою верхнюю коничность и прицелил её в мою сторону. Я ничего не почувствовал. Попробовал сделать так же в ответ. Бом! И Сергей тут же утратили гравитационную связь с этой планетой. Кажется, я слика перестарался. Ну почему, утратили, видишь, они на планете лежат, они полетели. С этими земными приёмами, похоже, ничего не осталось. У меня блядь рука! Остается как признаться Сергею во всем случившемся и просто довериться ему. Я коснулся своими сенсорами до его головы Уенсорами блядь рука! Но получился и разум все фрагменты моей памяти. Все? Ну же херей сейчас! И тут же очнулся и отошел подальше. Похоже он начал меня бояться. Я сказал, что прилетел сюда с мира. Ага, с мира прилетел ударь взял за... Разумеется, нет. Этим занимаются только первоклашки в инопланетных школах. Ему было трудно поверить во все происходящее и он предложил немного пос... Это трудно? По-моему очень легко. Как бы другой человек рядом с тобой. О, сон это отличная идея. Я спросил у Сергея нет ли у него случайно свободной криокамеры на температуру минус 237 градусов. Куда так много? А тебе чё это жарко? Он предложил мне какую-то камеру под названием холодильник. Что ж лучше, чем ничего. Ахахахаха Какого хрена это чё мы не посмотрим что ли как ты залазишь в эту камеру? Я бы хотел посмотреть на это. С самого утра я был как не в своей тарелке. Ну разумеется. Я почему-то тут в чём дождь, да? Это же не мой удобный корабль, а какая-то земная квартира. Сейчас бы с... Блять я не представляю чё у них там за кадром творилось в этот момент. Скушать пару десятков шаурм или шаурмин. Всё-таки этот язык землян какой-то странный. Сергей предложил мне какую-то необычную жижу под названием суп. Нет уж я лучше посинтезирую их в воздух для получения нужной энергии. Сергей стал спрашивать меня почему моя цивилизация прежде не пыталась связаться с его планетой. Как? Потому что здесь слишком это, как будто бы в мусорном ведре, поэтому мы сюда никогда не спускались. Это не пыталось. И мы пытались, и ваши уфологи местные тоже пытались. Сергей удивился, что с моей... А почему-то у вас-то не получилось, если бы вы пытались. И планетой пытались связаться жители Уфы. А жители мои... Нормально. И планеты даже прислали землянам специальное послание на языке тектоника. Но под наш язык вы почему-то... Блядь, это оказывается всё это время был тектоник просто. А я думаю, какого хера он вот так себя постоянно видит? Господи, вот этот я тупой! Хахахахахахахахаха Чё на хер я? Стали странно вести себя своими верхними конечностями и назвали это танцем. После этого моя цивилизация решила, что вы ещё не готовы к встрече с нами. Затем я напомнил ему, что нам пора скорее отправляться за нашей машиной. Вскоре мы с ним оказались внутри этого корабля на колёсах. Да, тесновато тут конечно. Даже нормальный штурвал не придумали. Я спросил у Сергея, насколько быстро летает этот транс... А на него летали? Он сказал, что очень быстро. В таком случае пришло время... ...нам попрощаться. Я поблагодарил... ...его за всё, высадил из корабля, запустил ключ зажигания и... Блин, правда я... Сергей, а почему эта машина не взлетает? Так она и не умеет летать. У нас машины просто по земле ездят. А в космос мы на ракетах летаем. Что же ты сразу не сказал? Нам срочно нужно купить эту ракету. Приступ... Звоним Илон Маско. ...к материализации ваших земных денег. Приступай, приступай. Деньги мне понадобятся. Мы с тобой ракету купим, и самолёт мне личный купим, и остров среди моря купим. Хорош. Используют его на всю катушку. Давай-давай. Короче говоря, я развёл инопланетянина... ...дорогой земной друг. Вообще охуенная роль получился, конечно, трэшовый как обычно, в принципе. Но мне понравилось. Надеюсь, что вам так же. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте, пожалуйста, мои бомбинчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами всегда был Ребон, спасибо за просмотр Пока